Привет, друзья! С вами POP-MUSIC, меня зовут Алексей Сковоронский, и сегодня мы поговорим о блюзовой гамме. Итак, давайте сначала разберёмся, что же это за гамма. В основе лежит обычная пентатоника, в которой добавлена четвёртая повышенная, либо пятая пониженная ступень, трактуйте это как угодно. Вот, и есть один раздражающий момент, который постоянно попадается в этих ваших интернетах в обучающих роликах, когда блюзовую гамму называют блюзовой пентатоникой. Это неправильно, потому что пентатоника от слова 5. В пентатонике у нас 5 нот, а в блюзовой гамме 6. Итак, давайте сыграем блюзовую гамму в первой позиции. Следующим идёт у нас второй бокс. Следующим у нас идёт бокс номер 3. А следующий у нас бокс номер 4. И как ни странно, последний у нас бокс номер 5. И сыграем его не в этой позиции, а на октаву ниже, рядом с первым боксом. Очень важным моментом в освоении как блюзовой, так и вообще любой гаммы, будет такой навык, как видеть тонику и, соответственно, самую главную ноту, которая у нас в гамме есть. Это пятая пониженная ступень, которая создаёт вот этот самый блюзовый колорит. Итак, на примере одного из боксов, ну допустим, пятого. В пятом боксе у нас тоника находится на первой, третьей и шестой струнах. Значит, учитывая то, что у нас гитара настроена в кварту, то кварта вниз, вот у нас будет первая ступень, вот пятая и вот пятая пониженная. Если взять от третьей струны, то же самое получается. Первая ступень, пятая, пятая пониженная. За исключением второй и третьих струн, которые строят немножко иначе, вот это соотношение нот, оно будет везде сохраняться, что очень удобно для запоминания этих самых нот. То есть вы нашли тонику, нашли пятую ступень, нашли пятую пониженную. Всё очень просто. И для лучшего запоминания блюзовой гаммы давайте рассмотрим в каждой позиции по одной вертушке, которая задействует эту самую блюзовую ноту. Мы пойдём сначала грифа, и у нас первый бокс, это пятый, попался. А следующий бокс у нас, естественно, первый. Следующий бокс у нас номер два, и поскольку это бокс два, вертушки будет тоже две. И на очереди у нас бокс номер три. А следующая фраза у нас затрагивает третий и четвёртый бокс вместе, но это ничего, так тоже можно делать. Как видите, блюзовая нота достаточно сильно раскрашивает вашу игру. И единственный, пожалуй, момент, на который действительно следует обратить внимание, это то, что когда вы выстраиваете фразы, не следует фразу заканчивать на этой самой блюзовой ноте, потому что это диссонанс. Как видите, всего лишь одна маленькая нота способна сделать вашу игру гораздо более яркой. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, приходите на занятия. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А сейчас, кстати, в тюрьмах, в камерах тоже мониторы. Да, да, да. Удобно очень. Чтобы мониторить запись из камеры. Пишем! Да, чтобы видно было, как зэки там что-то делать. Поехали, поехали. Речь пишем, пишем, первая камера. Да, 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 все тихо. Очень важным... Запустил. Что сейчас пишем? Запустил. Еще текст пишем. Так, поехали. Запись.